Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. А стоит ли доверять этому человеку? Гадать мы будем на зачарованном таро. У нас с вами будут три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вам нужно будет загадать человека, которого вы ставите под сомнение. Чаще всего, конечно же, под сомнение мы ставим кого-то, кого мы любим. И нам очень хотелось бы нормальных отношений. Но не всегда это получается так, как мы действительно хотим. И, соответственно, начинаешь думать, а стоит ли человеку доверять? А может быть, его нужно проверить на картах таро? И вот этим мы сейчас с вами и займемся. Стоит ли доверять загаданному человеку? Но, в принципе, вы можете и любого человека загадать. Абсолютно любого. Может быть, вы какую-то сделку хотите завершить. Ой, совершить. Может быть, вы хотите что-то купить, продать. Или, не знаю, сотрудничать, завести совместный бизнес. Это тоже не возбраняется. Или доверяете кому-то свои секреты, тайны. То есть, вы можете загадать здесь любого человека. Итак, у нас три позиции. Пока я перемешиваю карты, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. И, соответственно, потом, после просмотра, пишите комментарий. Давайте сдвинем три раза, чтобы посмотреть послание высших сил для вас. Видите, вот какая крупная эта колода. Кому интересна коробочка, сейчас покажу. Итак, послание высших сил. Карта Сила. Видите, какая красивая карта. Она показывает, что высшие силы хотят вас приободрить. Они дают вам сейчас очень много энергии, сил на свершение. И на то, чтобы приручать. Приручать даже тех людей, у которых дурной характер. Или у которых очень сложный характер. То есть, вы можете стать в ближайшем будущем довольно коммуникабельны. Более того, эта карта всегда заявляет о том, что у вас с кем-то есть взаимное притяжение. Возможно, страсть или влюбленность. И вам стоит обратить на это внимание. Итак, коробочку сейчас покажу. Такая огромная коробка. Вот колода. Может быть, кому-то понравится. Так, конечно же, ищите в книжных магазинах. Или всякие озоны, амазоны, ebay. Ну, колода очень классная, конечно. Большая, не очень удобно тасовать. Но в целом она очень красивая. Мне нравится. Я как увидела, сразу влюбилась и купила. Итак, выкладываем три карты. Три карты. Первая карта будет показывать этого человека что-то о нем. То есть, мы посмотрим просто о нем какую-то информацию, которую карты предложат. А дальше уже будем наш расклад продлевать. Первая позиция у нас будет вот такой вот лазурит. Кусочек лазурита. Вторая позиция – окаменелое дерево. Третья позиция у нас будет гематит. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Стоит ли доверять загаданному человеку, кого бы здесь вы не загадали? Кого бы не загадали? Наш лазурит. И первая карта, значит, этот человек, что-то о нем. Что-то о нем, так, жреца. Ну, вы знаете, жрец говорит о человеке с большими, конечно, способностями интуитивными, с каким-то даром. Это не факт, что женщина, потому что жрицей может быть кто угодно. Это свойство характера, да, когда человек довольно таинственный, действительно. Он может часто быть молчаливым, ну, что-то замалчивать. И ты не знаешь, в этом тихом омуте водятся ли черти или нет. И, соответственно, жрица может заниматься как светлыми делами, так и черной магией, как мы знаем. И вы как будто бы думаете, а вот человек-то вообще темный или светлый? Он какой? Естественно, вы пытаетесь его разгадывать, да, внутри себя. Пытаетесь постоянно докопаться до истины ваших отношений, ваших взаимодействий. Соответственно, этот человек для вас в каком-то смысле темная лошадка. А все почему? Потому что он привык быть скрытным. Вы знаете, вот эта карта, она показывает человека с душевными травмами, переживаниями, но который с этим очень хорошо работал. И, соответственно, он привык замалчивать вообще свои любые душевные какие-то муки и вообще любые радости даже. Соответственно, когда я вижу карту жрица на чью-то личность, я понимаю, что и мудрость в человеке есть, и опыт в человеке есть. Но и в то же время для других-то он непонятен. Спокойный человек может понимать по глазам другого, что тот чувствует, что тот вообще как-то задумал. То есть, если вы видите человека довольно таким таинственным, он вас видит прозрачным. И вот в этом здесь, конечно, такой подвох судьбы. Вам кажется, что человека этого надо разгадывать, а ему вас разгадывать точно не надо. Он как будто бы всё отлично и так понял. Часто такой человек может сосредотачиваться на чём-то и не выходить из этого состояния длительное время. Например, на работе или на каком-то деле. И тогда вы его не можете выковырять оттуда. Соответственно, он сразу же попадает под сомнение, под ваши какие-то недоверчивые чувства. Потому что сидит, ковыряется, ковыряется, или уйдёт куда-нибудь, а там застрял, завис на работу, или вообще задержался на работе до вечера, или умолчал о каком-то факте. Такой человек может умолчать. И вы не понимаете, что у него там задумал, может быть, уже измену. Если не любви касается, задумал, может быть, махинацию, предательство. Что-то делает за спиной. Хотя человек может на самом деле ничего не делать за спиной, а просто он такой вот весь мистический. Хорошо. Что могло бы снять ваши подозрения с этого человека? Что могло бы именно снять эта башня, если бы этот человек выразил всё? Ну, то есть взял бы, взорвался, поссорился с вами, покричал, или выразил просто все свои чувства, эмоции на показ. Если бы однажды рухнул его образ, который вот такой молчаливый, таинственный, вечно прячущийся за какой-то маской. Понимаете, жрица, она так-то может ведь и смеяться, и веселиться, но вы точно знаете, что что-то скрывает. Вот понимаете, что это не истинные чувства этого человека. Не умеет жрица комплименты говорить другим людям сложно, сложнее язык-то поворачивается. И вот башня говорит о том, что вы бы хотели, ну вот как-то выбить из человека, что ли, его внутренние любые чувства, плохие или хорошие. Ну, наори ты на меня, что ли. Или там выскажи всё, что чем ты недоволен, доволен, что-то нужно. Или страсть, там, допустим, сексуальное влечение. Башня тоже означает, да, что вырази всё. Пусть твоя крепость падёт. И сразу вы бы, ну, перестали в этом человеке сомневаться, понимаете, ну, сразу же перестали бы. Если бы он начал, ну, как вот, не шипеть, да, как уж, или как кобра, а именно орать, вот, орать. Не знаю, как это сказать даже. Ну, если бы он что-то совершил такое, как переворот, может быть, большой бум какой-нибудь. Ну, вот что-то такое. Хорошо, что вы знаете сами об этом человеке? Оно не приложено, как бы, да, что вы точно знаете. Принцесса Жезлов. Принцесса Жезлов. Письмо. Ну, письмо тут, знаете, может, первое, что быть, если вдруг человек долго молчит, а вы ждёте, да, чего-то, что, мол, он читает ваши письма. Ну, это, например, я говорю. Потом, что он на самом деле много чего, ну, вот, как смотрит через переписки книги, сообщения, интернет, что он там подчерпывает всю свою, там, информацию, да, или через зрительный контакт с реальностью. То есть он созерцает, он смотрит куда-то, и именно там берёт свои какие-то знания, опыт, там, навыки, не знаю, ну, вот что-то, вот, как будто бы он даже и о вас узнаёт, откуда-то, когда что-то читает и смотрит. Вот что такое. Вот, дальше, значит, вы о нём точно знаете, то, что он, на самом деле, вроде как чистая душа, и в нём есть ребёнок. Ну, вот, знаете, бывают такие люди, вроде умные, вроде бы интуитивные, вроде бы такие даже мудрые, но в них сидит ребёнок, вот в святых всегда сидит ребёнок. Я сколько читала про святых, смотрела видео, ну, снятых на видео святых, да, я всегда вижу в них детей. То есть они более расслабленные и наивные, они не боятся реальности, они не боятся смерти, они не боятся вот каких-то жизненных невзгод. Даже если они сталкиваются с жизненными невзгодами, а святые часто с ними сталкиваются, они их не боятся. И вот такое чувство, что этот человек несколько в этом плане, вот как, не знаю, как святой наивный, да, как ребёнок, в нём есть детскость, в нём есть умение отпускать страх перед жизнью. И, соответственно, вы знаете о нём точно, что если бы он хотел говорить, он бы говорил. Вот тоже, может быть, человек интровертивный, по-жрице, да, но если хочется ему что-то обсудить, он будет это обсуждать вот взахлёб. Вот это вы тоже о нём знаете. Хорошо. Что вы подавляете в себе по поводу этого человека? Солнце. Ну, на самом деле, вы этого человека как-то воспринимаете очень позитивно. Вы даже как бы хотели бы ему доверять и таете при виде его, и, соответственно, вы очень позитивно к нему относитесь, давите в себе эту позитивность. То есть вы хотели бы видеть в нём действительно этого святого, этого ребёнка, вы хотели бы общаться с таким человеком, но чтобы он раскрылся перед вами, вот свою душу раскрыл. И вы всегда хотели быть ближе к нему каким-то образом, вот, и восхищаться им. И, может быть, очень хотели бы сказать ему какие-то о нём хорошие слова, но вы давите в себе это желание. Скорее всего, вы ждали от него хороших слов, но не дождались и давите в себе желание хвалить его. Может быть, вы не умеете хвалить так же, как он. Поэтому подавление идёт именно солнце. Солнце — это самовыражение, это творческий подход, это радость, бытие и безоблачное счастье. То есть когда вы радуетесь человеку без задней мысли, а задняя мысль у вас явно здесь присутствует, раз вы открыли этот расклад. И вот вы в себе давите вот это желание просто открыться, просто жить и просто доверять и радоваться. Просто любить, допустим, если это любви касается. Хорошо. Что вам говорит ваш разум? Разум-то никто не отменял, да? Что вам говорит ваш разум? Отшельник. Что этот человек — одиночка. Что он привык быть одиноким. Что он привык доверять только самому себе. Что он действительно замкнут и саморазвивается. Ему никто не нужен. Об этом говорит ваш разум. Что и вы этому человеку не нужны, и вообще ему никто не нужен. и неизвестно, почему он общается с вами. Вы не можете этого понять. Может быть, вы его заставили. Может быть, ещё что-то. Вот у вас такие именно мысли в разуме. Ваш разум об этом говорит. Ваша логика. Здравый смысл. Этот человек полон программ одиночества. Оставь его. Он всё равно всегда будет отшельником. Вот об этом вы думаете. Хорошо. Что вам говорит ваша интуиция, ваша чуйка? Карта Таро. Десятка жезлов. Что у человека была очень тяжёлая жизнь. И вам с ним очень тяжело. И интуитивно вам кажется, что дальше будет только тяжелее. Ваша чуйка подсказывает вам, что это как нести чемодан без ручки. Нести тяжело и бросить жалко. Что человек полон негативных сюрпризов. И что этот проект крайне тяжело будет довести до ума или до конца. Соответственно, ваша интуиция против того, чтобы вы общались с этим человеком или поддерживали с ним контакт. И ваша интуиция считает, что это тяжёлая карма отношений. Что это очень тяжёлые отношения. Что сам человек очень тяжёлый. Что он является для вас грузом. Непосильным грузом, который вы несёте сквозь эту жизнь. И что он может принести вам массу проблем и трудностей. Которые будет тяжело разрешить. Что может обременить вас каким бы то ни было образом. Особенно это касается людей, которые, знаете, не в любви с вами связаны, а по деньгам, например. Ваша интуиция говорит, что он вгонит вас в долги. Понимаете? Именно так она говорит. Это интуиция. Хорошо. Что может случиться, если вы начнёте доверять этому человеку? То есть, стоит ли ему доверять? Что может случиться? Вот представьте, что вы по солнцу взяли, всё откинули, и интуицию откинули, и разум откинули, и начали этому человеку доверять всецело. Что будет? Туз мечей. Туз мечей. Ну, эта карта, она говорит о том, что будет прорыв. Прорыв в этих отношениях, в этой взаимосвязи, какой бы она ни была, какого типа бы она ни была. Получается, что когда мы видим туз мечей, мы понимаем, что что-то встанет кардинально. Вот какой-то вопрос встанет прям-таки кардинально, ребром. И, соответственно, я когда вижу эту карту, эта карта военная, всё-таки это меч. это значит, что вопрос встаёт очень остро. Это значит, что вот даже если вы начнёте доверять этому человеку полностью и всецело, правда всё равно всплывёт. Вот она всё равно всплывёт. Какой бы она ни была, плохой, хорошей, она всплывёт. И, соответственно, туз мечей, это когда человек собрал очень много энергии, сил, и начал действовать. Вот у него огромная решимость действовать. Вы можете в один момент поднять свой меч и всё разрубить, когда узнаете какую-то правду. И также вы можете, ну, допустим, дойти до той точки, где вы для себя многое прояснили и знаете теперь, что вы хотите делать дальше с этим человеком. Понимаете, учитывая туз мечей, каким бы жёстким, мощным, острым он ни был, вам нужно начать доверять этому человеку просто для того, чтобы эти отношения, взаимоотношения, взаимосвязь имели прорыв. И если вы не начнёте ему доверять, никогда не решится проблема этих отношений. Никогда. Даже если вы сейчас сделаете ошибку и начнёте ему доверять, это будет не ошибкой. Потому что если вы доверять не начнёте, отношения не придут к той точке, чтобы разрешить все проблемы этих отношений. Даже если они разрешатся, допустим, в любви, в сторону расставания. Но если вы не начнёте доверять, вы всегда будете, не доверяя, допустим, находиться с человеком, которому не стоило доверять, и всегда будете обмануты, и всегда будете жить в каком-то вакууме или в какой-то лжи. А если вы начнёте ему доверять, правда она, понимаете, она всё равно всплывёт, и вы тогда уже кардинально поставите вопрос. Поэтому лучше, выгоднее здесь доверять. Выгоднее в любом случае доверять. Просто рискните, вот как будто бы тот с мечей говорит, ну рискни, рискни, и ты тогда увидишь всю правду, всё вылезет наружу. Прояви вот это солнце, которое ты давишь в себе, да? Ну скажи ты ему хорошие слова, как ты хочешь, прояви ты свои лучшие чувства, не бойся. И ты увидишь, что всё вот то, что действительно нужно было узнать, ты узнаешь. Ну вот такой ответ по первой позиции. Идём дальше к позиции номер два. А стоит ли доверять-то этому человеку? Стоит ли кого бы тут вы не загадали? Любовь, сотрудничество, там дружбу, ещё что-то. Мы посмотрим, а стоит ли доверять? И первая карта об этом человеке, что карты Таро, вообще в гадании, скажут об этом человеке, что они видят о нём, что он повешенный. Этот человек повешенный. Карты Таро видят его в этом состоянии, в состоянии жертвы, в состоянии подвешенности. Вообще, так же этот человек может видеться высшим силам, как просветлённый. Понимаете? Повешенный и просветлённый в Таро – это практически одно и то же. Соответственно, когда я вижу эту карту, я понимаю, что человек может, допустим, быть беспомощным, бессильным. Он не понимает, что творится в окружающем мире и в его жизни. и, с другой стороны, он может быть настоящим святым. Просто висеть себе, созерцая этот мир. И либо этот человек сейчас в ужасном кризисе, либо в самоотречении. Соответственно, он либо идеалист, вот самоотречение – это человек идеалист, либо он вообще полностью запутался и не знает, как ему жить. То есть, у него дикий кризис. Он пытается определить, кто он, что он, но пока что не знает. И ему приходится приносить в жертву своё эго. То есть, жертвовать буквально своим самолюбием ради чего-то, кого-то сейчас в жизни. Понимаете? И, соответственно, его жизнь сейчас в подвешенном состоянии, но меняется. Потому что после этого, после повешенного идёт карта смерти, вы знаете, да? После этого идёт кардинальная перемена. То есть, до неё просто нужно дотянуть, дожить, да? И дожить до этой перемены и потом войти в совершенно новую трансформацию. А потом исцелиться в карте умеренности. То есть, понимаете, этот человек, он сейчас проходит уроки жизненные, жизненные испытания. Вот как его видят карты второй высшие силы. Поэтому я вам так хочу сказать, что человек, конечно же, вами загадан. Сложный, да? Сложный тип человека. И он может действительно ужасно страдать сейчас. Либо просто не знать, что вообще с ним будет дальше. Хорошо. Раз вы тут повешенного, загадали. Неважно, мужчина это или женщина, это повешенный. Так. Что могло бы снять с него подозрения в ваших глазах с этого человека? Что бы могло снять? Двойка жезлов. Вы знаете, двойка жезлов это карта, показывающая умение сделать всё-таки правильный выбор. То есть, если бы человек определился, сделал выбор и действовал уже бы каким-то определённым способом, а не висел, тогда это сняло бы с него все ваши подозрения. Особенно в доверии, то есть надломленное доверие. И, соответственно, ну, не знаю, начнёт ли этот человек действовать, да? Или начнёт ли хотя бы процесс того, чтобы сделать выбор. но ему бы следовало это сделать, чтобы в ваших глазах как-то реабилитироваться. Двойка жезлов, она тоже ещё не активную фазу-то показывает, да? А именно, человек встаёт перед выбором и его делает. Что дальше, это уже показывает там следующая, следующая карта. И, соответственно, я просто понимаю здесь, что вы его ставите в каком-то смысле перед чётким выбором, что действовать одним способом или другим, выбрать то или другое. И, соответственно, если бы он, конечно же, определился хотя бы в мыслях, хотя бы что-то куда-то в одну сторону пошёл, то, конечно, это сняло бы с него все подозрения. То есть, может быть, этот человек, ну, как вы считаете, сам не понимает, да? Какой способ сейчас действия в жизни ему выбрать? Как ему можно доверять, что бы то ни было, если он сам не знает ничего? Правильно? То есть, я бы тоже не доверяла такому человеку ни за что. Человеку в состоянии жертвы как можно доверять? Что вы точно знаете об этом человеке? Что вы точно о нём знаете? Это непреложная истина. Вышла карта двойка сердец. что это любящий человек? Что он либо вас любит, если это любовная история, либо кого-то точно любит. Или это сердечный, душевный, добрый, приятный человек, умеющий коммуницировать правильно, по-доброму, по-хорошему с людьми. Что это человек-душка, и что он очень мягкий, сердечный, мягкосердечный. Это самое главное, что у него доброе сердце, мягкое сердце. Он не может выдержать, когда кто-то рядом, допустим, плачет, или не может выдержать, когда кто-то рядом страдает. Может, он поэтому вечная жертва приносит себе в жертву ради других? Вот в чём вопрос. Расскажите, кого вот здесь такого загадали, что приносит ли он себе в жертву ради других? Он является душевным, сердечным человеком? Или вы просто имели в виду, что он вас любит, и вы это точно знаете, да? То есть вот у каждого здесь по-своему проиграется. Но вы бы хотели, получается, по двойке сердец, то уж вы бы хотели ему доверять. Не получается, но хотели бы, понимаете? Интересно. Что вы подавляете? Девятка сердец. Ну, вы подавляете своё положительное чувство к этому человеку, кем бы он ни был. Неважно, какая у вас связь и вообще, какая история вас связывает. Вы подавляете к нему своё положительное чувство и удовольствие от общения с ним. Вы подавляете восхищение этим человеком. и... Ну, девятка сердец это такая карта, да? Она всё равно с любовью связана. Если уж у вас любовные тут отношения загаданы, ну, ясно, понятно, вы как будто бы вот это и подавляете желание ему всецело доверять, отдаться полностью этой любви, да, и всё такое прочее. то есть, ну, быть на связи с этим человеком и радоваться тому, что он у вас есть. То есть, подавляете желание отдаться в его руки, да, как-то. Вообще, тут огромное такое сердце, много сердечек. Конечно же, эта карта говорит о том, что вы подавляете желание иметь душевную близость с человеком. И, знаете, даже если это чужой человек, просто для сотрудничества, или там в дружбе вы спрашиваете про подругу, всё равно вы очень душевно привязаны к этому человеку, скорее всего, хоть и не хотите себе в этом признаваться. Ладно. Что вам говорит ваш разум? Ага, принц Жезлов. Ваш разум вам говорит, что вы можете поступить и поступали много раз, скорее всего, слишком импульсивно. То есть, вы знаете себя. Вы знаете, вот эта карта, она даже не говорит про этого человека, она говорит, скорее, про вас. То, что вы точно знаете, что вы можете кинуться с головой в рабочую, в любовную, в любую дружескую связь и начать вопреки всему доверять, вот просто импульсивно поступить или проявить инициативу импульсивно к данному человеку или ещё что-то. и потом возможно будете даже жалеть об этом, но вы знаете, точно знаете, и ваш разум это говорит, что иногда вы срываетесь в импульсивные поступки и как бы вы не пытались себя остановить, у вас не получается. Более того, ваш разум вам говорит, что этот человек мог бы быть вполне ярким, общительным, инициативным в вашу сторону или вообще в сторону жизни. Но что-то происходит не так, что-то идёт не так, а вы не понимаете, что. Давайте тогда посмотрим, а что говорит вам ваша интуиция? Пятёрка сердец. Ваша интуиция подсказывает, что человек либо на вас за что-то очень обижен и разочарован, либо разочарован в жизни и в любви. И вот он мог бы быть ярким, он мог быть страстным, он мог быть активным в жизни, но у него не выходит из-за внутреннего ужасного разочарования прошлого или настоящего. Вот вам интуитивно так кажется, вы это как будто бы чувствуете. Хорошо, что может случиться, если вы будете всё-таки доверять этому человеку? Посмотрим, а стоит ли ему доверять? То есть, а что может случиться, если вы будете доверять ему всецело? Прямо как самому себе, да? Шестёрка Сердец хорошая карта. Она говорит, что ничего плохого не произойдёт, если вы будете доверять этому человеку. Вы боялись этого доверия, вы считали, что что-то здесь не так, но сами почувствовали, что у человека есть какие-то внутренние травмы, переживания, и ничего плохого не будет, если вы будете доверять этому человеку. Ему можно доверять, судя по Шестёрке Сердец. Карта показывает объединение, возможно, некоторые объединения. Меня немножечко пугают две девочки и мальчик на карте. Вообще, Шестёрки и Второго иногда в редких случаях означают любовные треугольники. Давайте здесь уточним, есть ли опасность, вдруг, если это про любовь спрашивается, попасть с этим человеком в любовный треугольник. двойка мечей, есть такая опасность, к сожалению. Смотрите, первый вариант, что тут может быть, если это просто дружба, какие-то рабочие отношения, ещё что-то. Можете спокойно доверять этому человеку, заводить с ним дружбу, если вы ещё не завели, хорошо к нему душевно относиться, не давите в себе хорошие к нему отношения, ни в коем случае. Но если это про любовь, вы начнёте всецело доверять этому человеку, у вас есть опасность попасть с ним в любовный треугольник. К сожалению, есть такая опасность. Я не говорю, что она уже сейчас происходит, это опасность, просто она как теория существует. Может быть, вам стоит в другом видео проанализировать тщательно ваши любовные отношения с этим человеком. Потому что меня очень смутило вот этот знак, понимаете, две девочки и мальчик. И карта сама замечательная, душевная, прекрасная, романтичная. То есть у вас с человеком, если это любовные отношения, может закрутиться роман, любовь, всё. Вы можете быть вместе, вы можете продолжить отношения на хорошей волне, если вы будете ему доверять. И человек даже перед вами раскроется и даже снимет своё разочарование. но в будущем есть такой шанс, вероятность, что вы попадёте с ним в любовный треугольник. Я не говорю, что сразу, только вы закрутили с ним любовь, доверились ему, а потом бах, но он склонен к изменам, к сожалению. Вот в чём проблема. Ну вот такой ответ карты дали по второй позиции. Вообще над любыми отношениями можно работать, чтобы измен не было, потому что измена это следствие ошибок в отношениях. Поэтому подумайте над этим. Так, смотрим теперь наш гематит. Стоит ли этому человеку доверять, которого здесь загадали? И первая карта Таро показывает в гадании что-то об этом человеке. То есть мы здесь будем смотреть карту что высшие силы сейчас думают об этом человеке. Что карты Таро думают об этом человеке. И эта карта шестерка Пентаклей. Ну это неплохая карта. Честно говорю очень неплохая. Она говорит о том, что этот человек гармоничен в данный момент. И высшие силы его видят ровным таким гармоничным устойчивым любящим эту жизнь и любящим жизненные блага. ромбы это вообще признак того, что человек приходит в равновесие сейчас. Вот эти замечательные звезды говорят о том, что этот человек привлекает энергию изобилия в свою жизнь. хорошая карта. Она показывает именно такого справедливого, ровного, спокойного, приятного, невероятного, возможно, даже очень хорошо культурно общающегося человека, работающего, работящего, может быть. Хороший человек, хороший, великодушный, щедрый. У него есть сердечная доброта, у него есть умение брать и давать. И, конечно, самое главное, что он помирился с собой. Он мудро управляет своей жизнью, своими ресурсами, своими энергоресурсами, понимаете? То есть вы загадали кого-то невероятно хорошего и устойчивого и качественного человека, которым, наверное, многие люди восхищаются. Положительный персонаж, неважно мужчина или женщина, но очень положительный персонаж. Конечно, на карте женщины изображена, но это ни о чем не говорит. Это может быть мягкий, приятный, добрый, хороший мужчина. Так, хорошо. Что бы могло снять ваше подозрение с этого человека? Вообще, вот что? Что бы сняло? тройка жезлов. Тройка жезлов. Ну, вы знаете, эта карта, она говорит, что сняло бы ваше подозрение с этого человека, если бы он, допустим, взял, приехал. Взял, приехал к вам. Или больше выходил бы на личный контакт, чем на расстоянии. Ну, допустим, вы ведете с адвокатом переписки, 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 а когда мы встретимся с тобой, адвокат, и когда мы начнем разговаривать нормально, глаз, глаза в глаза, да? Мы с тобой там один раз виделись, но мне как-то еще хотелось бы обсудить наше дело. То же самое в любви. Ну, допустим, человек постоянно пропадает на работе, выезжает в командировки или вообще живет в другой стране, а вы общаетесь только по переписке и по видеосвязи. И вам бы хотелось личного общения с ним, чтобы человек приехал. То есть также тройка жезлов она может показывать, что если бы человек умел строить планы на будущее, ваши совместные, неважно в какой сфере, опять же, вы общаетесь. То есть озвучивал бы совместные планы, тогда бы вы сняли с него любые свои подозрения. То есть больше четкости вам хотелось бы. Хорошо, что вы знаете точно об этом человеке, это непреложная истина. влюблённые. Влюблённые. Но если это любовная тема, вы точно знаете, что этот человек в вас влюблён, и что он испытывает к вам чувства, но эта карта показывает любовный треугольник. И может быть вы четко знаете, что вы находитесь в этом треугольнике, и это непреложная истина. то есть либо подозреваете об этом, что всё-таки кто-то есть, как будто бы чётко внутри себя это как-то определили. Допустим, нет бумажного какого-то знания, документированного, но вы это уже для себя чётко поняли. Если это нелюбовная тема, влюблённая говорит о том, что человек идёт на контакт и хочет заключить сделку, контракт, очень хорошо относится и общается невероятно любезно, и вы это точно знаете, что он расположен. Вообще само по себе, даже если это в любви, может не любовного треугольника касаться, то, что вы знаете, а то, что человек считает, что вы ему по сердцу, а вы считаете, что он вам по сердцу, и это непреложная истина. Понимаете, у влюблённых такое двоякое значение, и в каждой колоде оно своё. То есть, допустим, если бы мы взяли Тару Райдера Уэйта, ну, нашу стандартную колоду, да, и нашли бы здесь карту влюблённой, вот сейчас я вам найду, я её покажу, там никакой треугольнике речи вообще не идёт, на самом деле, ну, нету и там никаких треугольников в классической колоде Райдера Уэйта Смит. Вот, смотрите, где этот треугольник? Никаких треугольников, просто двое голых влюблённых в раю, Адам и Ева, и библейская история, всё. Что же здесь у нас? Здесь вообще другая история, вот посмотрите внимательно, здесь у нас есть вот такая вот скучающая балерина, а есть балерун с балериной, которые в обнимочку стоят, и, естественно, сразу же наводит на мысль туда, что у товарища есть кто-то, или у дамочки есть кто-то, кто наблюдает за этим человеком, и это непреложная истина, вы об этом знаете, что не обязательно там отношения, но кто-то есть, кто-то, кто наблюдает и не хочет отпустить эту ситуацию, то есть карты-то всё равно надо как-то смотреть. Хорошо, что вы подавляете в себе по поводу этого человека? Принц-сердец, подавляете в себе желание проявить к этому человеку инициативу, сказать о своих, допустим, каких-то если это любовь в чувствах, либо просто проявить инициативу и больше общаться с любым должностным лицом, с другом, с подругой, проявлять постоянно инициативу, предлагать что-то, звать куда-то, то есть вы в себе это прям давите, а хотели бы, очень хотели бы проявлять побольше инициативы, причём какой-то душевной и сердечной. Хорошо, давайте теперь тогда посмотрим, а что вам говорит ваш разум по поводу этой связи, этого человека, этих отношений и иерафант. Ну, ваш разум говорит о том, что человек так-то внешне достоин доверия и ни разу не говорил вам чего-то, из чего можно было бы сделать вывод, что ему нельзя доверять. ваш разум также говорит о том, что человек вёл себя всегда прилично и не переходил к какую-то черту и какие-то рамки. Ваш разум говорит о том, что вам не придраться к этому человеку, не придраться, как бы вам не хотелось, не пересечь какую-то границу, как бы вам не хотелось. И этот человек, вот судя по вашему разуму, испытывает действительно какое-то, как не испытывает, принял какое-то очень равновесное положение в жизни, ровное такое, непоколебимое, я бы сказала. И с этим трудно что-то сделать. И стоит ли? То есть у него есть свои непреложные истины, которым он следует. Он во что-то верит, он как-то определенным способом живет много лет. И ваш разум говорит вам об этом. что вы это не сможете изменить, как бы вы не хотели. Иногда иерофант, если про любовь спрашиваем, может означать брак этого человека. И ваш разум говорит, ну человек же женат, он же женат, или замужем. И это непреложная уже какая-то даже истина, что человек женат или замужем, и ваш разум, ваша логика говорит, ну как же, как же я могу тут вообще куда-то проявлять инициативу, если человек женат или замужем. То есть об этом тоже может идти речь. Что говорит вам ваша интуиция? Королева Пентаклей. Королева Пентаклей. Ваша интуиция подсказывает вам, что этот человек может вас уважать, очень сильно уважать. И что также если это любовные отношения, ваша интуиция подсказывает, что есть некая дама, которая в ваше отношение вмешивается. Что она где-то есть, присутствует, человек с ней общается. Но вас он тоже уважает, ценит и возможно любит. Понимаете? Также Королева Пентаклей интуиция, ваша интуиция, может подсказывать о том, что человек желает вам допустим добра, интуитивно вы так думаете, что человек устойчивый, он желает вам добра и отнесется к вам в любом случае по-доброму и с пониманием. То есть об этом тоже может говорить ваша интуиция. Особенно если это вообще не касается любви, человек отнесется к вам по-доброму с пониманием и хорошим дружеским настроем и будет спокойно воспринимать даже если вы выйдете из себя. Хорошо. Что может случиться, если вы будете всецело доверять этому человеку, если вы откроетесь, если вы вашу маску недоверия снимете? Если вы будете доверять, что будет? Четверка сердец говорит о том, что если вы всецело будете доверять этому человеку и особенно поступать вот так импульсивно, предлагая что-то, куда-то звать или свои чувства, то эти отношения буквально сойдут на нет. К сожалению, да, человек хороший, человек добрый, человек действительно приятный, но живет он и правда очень стабильно. И скорее всего, если особенно в любви вы не совсем входите в его планы, хоть вы ему и по сердцу. А если это дело касается дружбы или каких-то других отношений, они просто вскоре сойдут на нет. То есть дружба, допустим, перестанет существовать по какой-то причине. Допустим, человек уехал, доверяй ему, не доверяй. Там, деловые отношения. Вы сделали свое дело и дело закончилось. Понимаете, то есть это не говорит об обмане. Человек не обманет вас в этом деле, оно просто закончится. Тройка мечей сразу же подсказывает вам, что разрывом этой связи и полным ее отсутствием вы будете очень огорчены. И если все-таки вы задумались с человеком бизнес, какое-то дело, знайте, что он может исчезнуть, а вы будете очень огорчены. Тройку мечей когда достала, поняла, о чем может говорить четверка сердец. Он может исчезнуть с вашими деньгами, а будете очень огорчены, потому что у него есть определенная жизненная философия, как нужно поступать, но это не значит, что это все по закону, философия этого касается, не обязательно закона. Она может как раз быть наоборот философией воров, например, речью кого-то. Знаете, у них тоже есть свои кланы, синдикаты, или как там их называть. Поэтому вам нужно хорошо подумать. Этот человек ровный, этот человек спокойный и уверенный в себе. Но уверен в чем? Вот в чем вопрос. И вклиниваясь к нему в жизнь с любой стороны, вы должны понимать, что он как спокойно жил, так спокойно и вас опрокинет, кинет, уйдет. А вы будете очень огорчены, особенно если привыкнете к этому человеку. Ну, вот такой ответ по третьей позиции дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч. Пока.